Электромобиль Nissan Leaf продолжает увеличивать запас хода. Новая версия E-Plus получила батарею на 62 кВт-часа вместо исходных 40. Пробег на одной зарядке вырос с 322 до 458 километров. Точно известно, что выросла мощность электромотора. Вместо 150 он выдает 217 лошадиных сил. Крутящий момент увеличился с 312 до 340 ньютон-метров. Улучшилась и динамика, но данные и здесь неполные. Заявлено, что разгон с 80 до 120 км в час сократился на 13%. Снаружи модификацию E-Plus можно узнать по синим полоскам в нижней части бамперов. А вот увеличенный до 8 дюймов центральный дисплей отныне есть на всех версиях Leaf. Продажи новинки в США начнутся весной, а в Европе летом. Месяц назад немецкая пресса уличила марку Volkswagen в продаже предсерийных автомобилей. Машины, которые после испытаний должны были отправиться в утиль, вместо этого поступили к дилерам, не будучи доработанными до уровня серийных. Автопроизводитель признал вину на 6700 автомобилей, проданных в Европе и США. Оказалось, что есть такие и в России. В открытой базе Росстандарта появились ВИН-номера 57 машин, проданных за последние 8 лет. Это Golf, Passat, Sirocco, Tiguan, Touareg, Touran и Polo. Причем речь идет явно о Polo-хэтчбеке, поскольку все автомобили импортные. Как сообщает Росстандарт, ремонтное воздействие невозможно. Все автомобили подлежат отзыву, выкупа у владельцев и последующей утилизации.